Привет, друзья! Сколько разнообразных колонок и акустических систем побывали в нашей редакции, представить сложно, но иногда попадаются настолько интересные экземпляры, что не рассказать о них было бы преступлением. Уже заинтригованы? Сейчас обо всем расскажем. На этот раз в гостях у нас оказалась портативная акустическая система Coupa от компании OneTone под секретным кодовым обозначением PA101M и PA101BT. Что же в ней такого необычного? Начнем с того, что по размеру она как три спичечной коробки, сложенных вместе. Легко умещается на ладони и приятный на ощупь за счет алюминиевого корпуса, который, помимо всего прочего, довольно прочный. Сам динамик расположен сверху, тогда как по бокам нашлось место рычажку включения, входу Line-In, который также используется для зарядки, слоту для карточек MicroSD TF, а также аудиовыходу для наушников. Удивительно, как на такой маленькой колонке уместился практически полный необходимый комплект меломана. На нижней панели мы нашли кнопки управления воспроизведением. Можно переключать треки, прибавить громкость, включить режим случайного воспроизведения или поставить песню на паузу. Здесь же расположился индикатор включения, который скажет вам, когда надо подключиться к зарядке. Да, к зарядке вы не ослышались. В этой малышке находится аккумулятор емкостью 600 мАч, с помощью которого колонка может проработать без внешнего питания от 3 до 5 часов. Время зарядки при этом составляет 2 часа. Все это кажется еще круче при размерах 50 на 50 на 50 миллиметров и весе 140 граммов, чуть тяжелее вашего iPhone или Android смартфона. Ее легко можно переносить с собой, брать на природу или в путешествия, слушать музыку можно с любого смартфона, плеера или карты памяти MicroSD. А где же поддержка Bluetooth, спросите вы? Она есть в модели PA101BT. Чтобы войти в режим сопряжения, достаточно удержать кнопку воспроизведения на колонке. И все, наслаждаемся насыщенным звуком без проводов. Колонка чуть тяжелее, но в остальном ничем не отличается от предыдущей модели. Звук для такой малютки довольно громкий, можно запросто насладиться любимыми композициями с низкими и высокими частотами. Бас не слишком глубокий, но чувствуется хорошо даже в радиусе нескольких метров. Особенность устройства заключается в резонирующей пластине, установленной внутри, наподобие пассивного диффузора. Эффект мощного глубокого звучания в кубе с настоящим басом проявляется исключительно при установке кубика кверху динамиком на маленькие резиновые ножки. Особенно интересным получается результат, если в роли стола выступает большая крепкая картонная коробка. Если запускать музыку с флешки, все управление происходит вслепую, как у iPod Shuffle. Чтобы включить режим случайного воспроизведения, нужно несколько секунд удерживать кнопку вперед-назад. Стоит у Антон Куб чуть больше 1000 рублей за младшую модель и чуть меньше 2000 за версию с Bluetooth. За эти деньги это одно из лучших решений в данном сегменте. Ознакомиться с колонкой более подробно и приобрести ее вы сможете по ссылкам прямо под этим видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!